В принципе мы провели неплохую игру для себя, контролировали мяч, создали немало моментов, но к сожалению подводит немного реализация. Пропустили гол с пенальти, там как бы необоснованный фол, игрок находился спиной и сфалили неоправданно. Мы получили гол, пришлось идти всеми силами отыгрываться, но немножко не повезло. Но в следующем матче, я думаю, у нас есть все шансы, чтобы победить. А как считаете, после первой игры 1-0 стратегически, это счет приемлемый или все-таки тяжело будет? Нет, счет приемлемый для нас в принципе комфортный. Я думаю, мы все сделаем дома ради победы и болельщики нас поддержат, будут 12-м игроком. Я думаю, что придет полный стадион, на этом сильно надеюсь, и будут поддерживать нашу команду. Перед игрой, о чем вы говорили? Как команду Кубань разбирали, о чем тренер говорил? Я говорил о том, как должен играть Сережка. И он все сделал правильно. Если серьезно, о чем вы говорили? Ну, акцент делал на сдержание быстрых атак Кубани, чтобы не пропустить контратаки. Ну, и по мере возможности атаковать всеми силами. И также играть на контратаках. Кубани сегодня были быстрые атакы? Ну, пару неплохих атак у них было, но ничего опасного они не создали. Скажите, а вы прорабатывали вариант, когда Том будет играть первым номером, до выйти с командой? Ну, мы смотрели игру, хорошо разбирали и, в принципе, понимали, с кем мы играем. И понимали, в принципе, мы знали, что нападение и проблемы есть у Кубани. И не хватает им игроков, что у них много игроков обороны. И мы рассчитывали, что будем играть первым номером. В Томим будем первым номером. Я думаю, что дома при своих болельщиках нам нужно отыгрываться и побеждать. Спасибо большое. Реджей! Реджей! Реджей!